Дмитрий Владимирович В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по месту проживания мужчины обнаружены изъяты гранаты F1, RGD-5, RGN, тротиловая шашка, пистолеты ТТ и ПМ с устройством для бесшумной стрельбы, 122 патрона различного калибра, наркотическое вещество растительного происхождения. Кроме того, у задержанного изъято оформленные на его установочные данные поддельное служебное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, другие фальшивые документы, удостоверяющие личность, а также оборудование и программное обеспечение для их изготовления. Управлением расследовано уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Собранных доказательств суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Гольцову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. В Твери на улице Орженикидзе у дома номер 21 автомобиль Hyundai под управлением 58-летнего мужчины сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мальчик доставлен в больницу. Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено. Еще один наезд на Октябрьском проспекте в Твери. На сей раз автомобиль Volkswagen проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время мужчина, 89-го года рождения, переходил дорогу по пешеходной зебре на зеленый сигнал. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Водитель был трезв. На улице Шишкова столкнулись Хавал и БМВ. Пострадал пассажир БМВ, мужчина 2006-го года рождения. С места аварии пострадавший доставлен в больницу. А эта авария произошла 9 января на улице Горького. Столкнулись Лада и Volkswagen. Отечественная легковушка шла со стороны речного вокзала. Иномарка во встречном направлении. Водитель Volkswagen собирался повернуть машину на Мусоргского. Удар был такой силы, что Ладу развернуло на 180 градусов. Перед носом он повернулся, я даже не заметил. А скорость у вас какая была? 50, как обычно. Я езжал, мне вот сюда надо было ехать. В этой аварии никто из людей не пострадал. Степень вины участников ДТП определяют сотрудники госавтоинспекции. В Управлении внутренних дел Тверской области подвели итоги первой новогодней недели. В период с 30 декабря по 7 января в полицию поступило 5455 сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. Совершено 11 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 2 убийства и 4 факта причинения тяжкого вреда здоровью. Указанные преступления раскрыты сотрудниками полиции. Зарегистрировано 28 заявлений по фактам мошенничеств и краш с использованием антитехнологий. Мошеннические действия зафиксированы в областном центре и Калининском районе, а также в Вышневолочке, Удомле, Киморах, Конакове, Озерном, Осташкове и Ржеве. Выявлено 32 факта незаконного оборота наркотиков, из них 29 фактов сбыта. Все преступления раскрыты. Кроме того, сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь и на рождественских благослужениях. Об аварийности на Тверских дорогах в период новогодних праздников на специальной пресс-конференции рассказал начальник управления ГИБДД Дмитрий Арзанов. Подробности завтра в патрульной службе. Подробности завтра в патрульной службе.